Подойдя к горе Равоток, наши друзья взглянули вверх и представили извержение вулкана. Вы только вообразите эту неодолимую силу, эту стихию. Когда лава течет, ничто не может ее остановить, пока она не остановится сама. И сейчас мы осторожно отправимся на исследование этого места. Вы на 85-й части 100% прохождения игры Final Fantasy XV. Но прежде чем мы начнем, маленькое объявление для вас. Друзья, приглашаю вас подписаться на группу Square Enix Fan Community. Ребята здесь занимаются популяризацией игровых шедевров от Square, разместили, кстати, даже мое прохождение Хронокросс, и вы всегда здесь сможете найти интересные, актуальные новости о продуктах от Square. И поэтому прямо сейчас вы можете перейти по ссылке в описании и нажать кнопочку «Вступить в группу» и быть в курсе событий про игры от Square. А теперь отправляемся, друзья. Вот Чокобо уже уверенно пошел. Здесь сразу на входе у нас разбитый хронометр появился. Ну и мы идем исследовать следующий данж. Хотя это, видимо, будет не данж, но это не подземелье будет. Это будет наоборот. Восхождение к вулкану. Не заблуди истойко. Ты просто подумай о том, что тебя ждет наверху. Дай угадаю. Потянутая спина и стертые ноги. Тебе бы не помешало мышцы нарастить. Эй, у меня они есть! Гора Ровоток. Поднимайтесь на вершину. И также подумайте о том, как нам отступать, друзья, если вдруг начнется извержение. Исследуйте гору Ровоток. Потом нас еще ждет фотосессия с вулканом. Как я говорил, хорошо отразить на фото впечатления, которые наши друзья получат здесь. Понятно, что по факту это никак не влияет на фото, но иногда хочется немножко оживить, что ли, игровой процесс такими размышлениями. Так, поднимаемся. Здесь подъем, друзья, становится все круче. И мне кажется даже, что я иногда соскальзываю. Но что я хотел? Я хотел, да, включить карту и двигаться вдоль одной стены, а назад вдоль другой. По той логике, по которой мы с вами исследуем все такие локации. Да, если по этому узкому проходу хлынет лавовый поток, нам придется непросто. Это ерунда. Это слишком экстремально. Зачем я вообще из машины вылез? Так. Двигаемся далее. Здесь такой узкий проход. Но вот в данном случае полностью уместна такая коридорность для такой локации. Здесь она, наоборот, хорошо вписывается в геймплей. Поэтому тут только можно отметить... Ух ты. Ее уместность. Так. Они сражаются? У меня такое чувство, что спиророги там бодают скорпионов. Вот и разбежались. Странно. Ну-ка, соберитесь опять в кучку. Хотя бы по кому-то я смог попасть. Так. А теперь используем обычное зелье. Сто лет его не использовали. Ну, вот и все. У нас развилка. Так. Что-то здесь лежит. Строительный камень. И строительный камень как бы... Влечет меня сначала по этому пути. Потому что мы тут уже что-то нашли. Пойдем тебе решать. Мы дошли до вершины? А то я уже на пределе. Боюсь тебе еще идти, идти. Так. Здесь что-то растет. Возможно, оно растет только здесь. Есть. Версткий имбирь. Что, Иги? Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Не успел прочесть. Какие-то там ядерные или ядреные потроха. Ух ты, мы здесь вязнем. И... Подъем затрудненный подъем. Он меня убивает. У меня все тело болит. Один неверный шаг и болеть будет тут... Нечему. Можно скатиться. Тут какой-то вязкий... Ну, не знаю, даже можно ли назвать этот песком. Может, это какой-то пепел. Перетертый в крошку. Тонкую камень. Из-за термической обработки. Так, у нас... Я помню, что был еще один проход. Я время от времени нажимаю на карту. Не знаю, какой из них правильный, какой неправильный. Может, оба правильные. Ну, посмотрим. Вот у нас такой сложный подъем здесь. Ух ты. Вот это я съехал. А обо что это я так подскользнулся? Здесь, да? У меня скоро ноги отвалятся. Даже думать не хочу о том, как они будут болеть завтра. Нормально немножко подкачаешь мышцы. Да, главное не сорваться и не слететь туда. Так. Поднялись. Круто. Здесь на краю предмет. Огненная печать. Взяли. Как же красиво. В то же время страшно. А если я туда упаду, туда вообще можно упасть? О, к счастью, хотя бы нельзя. Какого черта здесь так жарко? Чем выше мы лезем, тем жарче. Я, конечно, не геолог, но я более чем уверен, что это вулкан. А какова вероятность того, что он рванет, пока мы тут? Рванет, мучиться будешь недолго. Ну, ты прям кэп. Глади успокоил капитана. Друзья, ну мне очень нравится эта локация. Шикарно. И вот мы с вами подходим к лаве. Как раскаленная карамель. Но она не течет. Здесь остановилось. Интересно, мы сразу умрем, если встанем на нее. Надо попробовать. Какой-то предмет хотя бы возьмем перед этим экспериментом. Может, последний в нашей жизни. Памятная монета. Ну, давайте посмотрим на жизни. О, жизни не отнимаются. То есть мы можем... Ну, мы как бы горим, они отнимаются, но не так быстро, как я предполагал. Мы можем поисследовать, это хорошо. Это хорошо. Дым. Так, мы приближаемся к лагерю. Может, все-таки вернуться и... По второму проходу. Ладно. Раз пошли сюда... Перед нами развилка. То пошли. Будь другом. Горячие зоны надо проходить поскорее. Еще немного, и я расплавлюсь. Новые противники. И вот посмотрите на этих монстров. Посмотрите на раскаленную лаву. Я, друзья, смотрю, и... Эта... Каменная огненная река... Вызывает первобытные чувства ужаса и восторга одновременно. Как будто стоим у истоков зарождения планеты. Так, ну... Они не нападают, следовательно, нападем мы. Раз у нас уже первобытный ужас, значит и повадки у нас первобытные. И в данный момент нападаем. Ох, там открывается вид. Потрясающий. Так, а если жизни отнимутся? Вот мне интересно. Согласен. Как тогда? Ой, они здесь отнимаются. Я думал, на этом камне можно восполниться. Ну, собственно, да, можно. Так. Давай, давай, поскорее. Я даже вот так сделаю, чтобы... Вот. Поскорее. Так, там что-то растет, я вижу. Слушайте, ну, вообще, движение по лаве без специальных ботинок, это несколько странно. Можно было сделать здесь какую-то специальную обувь, чтобы перемещаться. Похоже, там лава. Ух ты. Так что туда вниз мы не пойдем. А этот путь нас никуда не приведет. Вот она, эта стихия. Значит, идем в другое место. Ну, вот она. О, так тут еще и какой-то... Ну, как будто какой-то монстр руки вверх поднял, посмотрите, да? И смотрит на нас. И прямо из его нутра это все вытекает. И кто способен остановить эту стихию? Жар такой, что плавится воздух. Мы, кстати, можем здесь это видеть. Красиво это нарисовали. Я хотел здесь сделать фото. Это просто потрясающее место. Так. Ну, наверное, так как мы стоим, да, в такой стойке... Нет, все-таки можем сделать. Вот не всегда понятно. Так, стоять. Ракурс нельзя поменять? А, вот в чем дело. Отсюда. Нет, к сожалению, здесь не сменить ракурс, друзья. Ну, тогда... Тогда может попробовать запечатлеть это все. Сразу не влезет. Красиво не будет. Встаньте, кто-нибудь, друзья. Я вас сфотографирую. О, вот так вот стой. Гладио, стой. Давай тебя. О, становись рядом. Ну. Несколько сделал кадров. Я думаю, запомнится. Вот этот белый дымок идет. Если любую вещь бросить на эту лаву, то все, что от нее останется, мне кажется, вот такой белый дымок. Это выглядит многообещающе. Здесь также имбирь. Очень близко. Он не боится, видимо, жара. Так, там кусочек остался. Не откроет. Давайте откроем. Теперь открыт. И теперь надо спуститься нам под другой стеной. Потом туда сходим. Не знаю, что будет, если у нас жизни отнимутся до максимума. Друзья, я вижу предмет. Персонажи ведь не могут умереть просто так, не в бою. Серебряная пыль. Так, здесь где-то кусочек карты остался. Вот мы его успешно зарисовали на нашей мини-карте. Далее. Так, еще несколько кусочков. Здесь вот непонятно, как-то на карте изображены. Какие-то проходы, непроходы. Сжало скропиона впору продавать. Достигла 99 их количество. Больше не помещается. Волшебный сосуд. Еще один. Отлично. У нас как раз... О, шикарно. Теперь у нас их 5. Как раз есть элемантия. Ладно, если где-то здесь встретим. А лагерь здесь был по карте, да. В третьем лагере. Ну, если там будут еще элементы, то сделаем магию. Как раз на виверн. Вот они здесь водятся. Да, я хотел сказать, что как раз на имперцах усилители рефлексов там нагриндели. Есть у них вход. Неплохо. Так, здесь дальше можно двигаться, взбираться. И там лагерь. Но если там лагерь, я не думаю, что там правильный проход. Ты имеешь в виду вскарабкаться на него? А как еще на него залезать? Хотя все возможно. И уже за нашим исследованием мы не заметили, как пришел вечер, 16 часов. Так что в этом лагере отдохнем. Но да, вскарабкаемся вот сюда, поищем предметы. Если можно карабкаться, надо карабкаться. Так, на краю глянем. Может на краю что-то будет. Опачки. Скользко. Не плюхнись туда в раскаленные камни. Лава эта тоже, конечно, такая уникальная штука. Она течет, но она в то же время твердая. Когда текут камни, как будто начинает плыть голова. Ты смотришь на это и думаешь, что может противопоставить человек этой стихии. И я тут скоро расплавлюсь. А с меня под градом. А я в такие моменты начинаю представлять, что находится в ядре нашей планеты. Сколько там всяких происходит неизученных реакций. Это все очень интересно. Так, мы снова идем к лаве. Я так понимаю, мы сейчас соединим проходы. Да, потому что я вижу, что мы уже здесь брали имбирь. Супер. Хорошо получилось. Соединили. Теперь идем обратно. Вот это мы запомним это путешествие, да, друзья? Ответьте, Нокту. У меня здесь атмосфера приключения на высочайшем уровне находится, друзья. Я как будто в детстве с друзьями что-то исследую. Впервые. Так. Здесь еще что-то растет. Тут, если мы упадем, куда мы упадем? К лестнице, да? Ну, в общем-то, нам туда и нужно. Тоже на этих холмах. Смотрите, как слетает пепел. Ах. Восхитительное место. Я не знаю, почему я так проникся. Этой локацией, но... То, что я проникся, это приятный факт. Я надеюсь, что вы тоже. И... Тоже любите... Так вот. В полной мере. Вкушать. Все, что дает нам игра. Тут тупик. Еще какие-то кустарники растут. Кроме имбиря, на камне. Хороший строительный камень. Так. Так. Стоянба. Все, там кусочек надо открыть, пойти. Это не сюда, да? Да, не сюда. Здесь тоже, в принципе, кусочек. Некоторые локации. Некоторые локации. Прям надо... Каждый сантиметр. Истоптать своими сапогами, чтобы они открылись. Уже восемнадцать часов. Надо идти к лагерю. Лагерь же там. Лагерь там. Давайте я попробую сходить в лагерь. И может и в нем задание будет. Осторожно. Я по вашему совету специально скушал еду, которая дает нам бесконечный бег, чтобы подниматься. И, наверное, в лагере я опять ее съем. Потому что я не знаю, без нее может в некоторые области нам невозможно будет попасть. А я же, кстати, здесь только что был, да? И сюда и без лестницы попадал. Или нет? Нет, наверное... Ну, в общем, не знаю. А вот по такому подъему нужно подниматься без страховки. Осторожно. Не знаю, ходили ли вы на скалодром когда-нибудь. Но там хотя бы страховка есть. А здесь, если сорваться, то без копчика можно остаться. Ногт крутой. Скалолаз. Можно добавить к этому словосочетанию. И да. Забрались. Как интересно спускаться. Посмотрите, какая высота. И еще один замечательный вид. О, это как будто щупальцы какого-то адского кракена. И он как выпрыгнет сейчас оттуда. Затмит собой небо. Лучше не фантазировать. Вот еще. Правда, выпрыгнет. Хороший строительный камень. А это хорошее место для отдыха. Лучше практически умоляет разбить тот лагерь. Сделаем передышку. И тоже. Как красиво смотрится луна. Над этим простором. Убежище Аулис. Не, круто. Круто. Я уже сейчас, после этой локации, понимаю, что, пусть это несколько на эмоциях, но миру в Final Fantasy IX я поставлю 10 из 10. В Final Fantasy XV почему-то в Final Fantasy IX думал. Так, давайте сделаем магию. Вот, мир это то, над чем хорошо поработали. Наверное, он делался одним из первых. Ну, логично. И стараний было приложено очень много. Следующее, друзья, усилитель магии. Ну, не так много, кстати. У нас... О, а у нас есть 999? Может быть, мы могли бы уже взять и создать магию. Так, я могу прервать? Как прервать? Или уже не могу? О, вот так. А, чуть-чуть не хватает. 919, жаль. Ну, ладно. Тогда еще раз создаем. Так. А может уже поберечь? Просто здесь не брать эти элементы? Давайте побережем. Правда, у нас осталось немного 999 и возьмем улучшение ветки магии и потом сделаем. Так, там тропа, но я не знаю, вообще на нее спуститься можно отсюда. Или, видимо, это если мы по другому проходу пойдем, то мы будем идти там. Устроим здесь лагерь? Ну, а лагерь, да. Стой, посмотри вниз. Что это? Что там? Слушайте, ребята, еще темнеть начало. Не пугайте нас всех. Стеклянный самоцвет. Так, ну куда мы пойдем и дойдем, если... Осторожно, ребятки. Ну, смотри, не поскользнись. Я тут не самый неуклюжий. Очень осторожно пройдем в туалетой горы. Так. Куда, куда этот проход? Слушайте, он кто-то ведет далеко. Может, не лучшее время сейчас. Ос. Взорвем вместе с вивернами. Парни, у нас тут проблемка. Виверн остался, но... Один? Мы так не договаривались. Виверн будет быстрым. Это ерунда. Нам встретился виверн. А я подумал, смотрит ли эту часть подписчик Виворн. Дмитрий, если ты смотришь, отметься в комментариях. Так, ну уже звезды на небе. Давайте отдохнем. Разобьем лагерь. Что там с картой? Нормально открыли? Ну, типа. Остановимся на ночь. Хорошо. Я ставлю палатку. Не сохранился. Ну, как я мог? Слушайте, не выкидывайте нас отсюда, пожалуйста. Можно ничего не готовить? Чтобы нас не выкинуло. Но, правда, это прям будет обидно. Копченый бегемот нам нужен. Стильная, как и всегда. Ничего особенного. А что это за иглы там? Их игла-крыс пустил. А вот это плохая. Используют зелье неплохо. Так, ну что ж. Нас не выкинуло. Я готов идти. Это хорошо. Я еще не проснулся. Посмотрите, какая красота здесь утром. Приехали. И теперь... Теперь я все-таки думаю, может вернуться туда. Или уже после всего. Давайте после всего. Все равно я знаю, да, что мы еще сюда будем возвращаться и в других главах. По каким-то заданиям тоже вы сообщали. Так что... А вечером это нельзя было разглядеть, так как сейчас нам там не предстоит битва с каким-нибудь древним тираннозавром на этой арене. Посадите хотя бы здесь тогда хотя бы зрителей. Зрители Виртуозила Геймворл сейчас находятся у экранов. Можно еще здесь посадить кого-то, но там Сида привезти, Синди, Таку, всех остальных. Ребят, мы только поспали, а вы уже восстановились. Пошли. Точно. Спокойно. Еще чай у меня есть. Если кто-то из зрителей этой части хочет попасть на совместное чаепитие со мной, друзья, я буду рад каждому. Вот вчера только провел чаепитие с подписчиком Александром. Оно есть на канале, посмотрите. Там же вы узнаете, как можете попасть тоже. Слези за действиями врага. Я все понял. Все, 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 успокойся, спрячь ее. Вот так, да. Дальше лезть некуда. Может посмотрим, что там внизу? Там яйца. Я с тобой. Я как-то не собирался так быстро соскальзывать. Еще ту сторону хотел открыть. Ладно, позже. Ой, сюда сейчас прилетит какая-нибудь птицорух. Или какие большие птицы в Final Fantasy есть? Зу. Есть такая птица большая. Городы не очень большие. Зу обычно большие. Можно эти яйца в инвентарь положить? А Игнис сможет приготовить это в лагере. Ну, яичницу. Вот как раз на троих. Они как камни, знаете, такие обточенные. В парках лежат. Да. Чувствуется мне, что птичку мы обидели уже. И никуда нам не уйти. Давайте хотя бы карту. Подожди. Откроем вот тут. Что ты делаешь? Я не хотел. А вот перышко. Да. Перышко дает понять вообще, каких размеров птенчик сейчас прочирикает. Надеюсь, не смертную песню для нас. Так, можно да вот следовать еще эту область. Не хочу сразу съезжать, ног. Ну, что ты делаешь? Давай побегаем. Карту пооткрываем максимально. Где-то скользко и сразу вообще и не поймешь, где ногт будет скользить, а где не будет. Ну, пока я под границей двигаюсь, друзья. Так. Аккуратненько. Под границей двигаться безопасно. Что мы там по карте открыли? Что-то открыли. Ну, этот кусок... Слушайте. Не надо мне так проваливаться, чтобы возвращаться к началу локации. Похоже, что-то так и произошло. Интересно. Так, а я могу как-то тут делать телепорт? Телепорт делать не могу. Ищем выход. Ногт, давай, я в тебя верю. Ну, вот здесь ты сможешь. О, супер. Молодец. Ну, то, что, конечно, есть ограничения на использование телепорта в таких местах. Меня не очень веселит. Да, тут большой кусок. Ну, может быть, я его потом сам открою. А пока... Ну, это будет очень долго, друзья. Если я сейчас буду под стенкой это все оббегать. А пока... Выйдем в центр и посмотрим. Никто нам... К нам не прилетит. На этом месте, кстати, бесконечная бодрость тоже отлично помогает. Ну, что я думаю? Я думаю, здесь какие-то события будут происходить. конечно, в свое время. Мы просто в начале третьей главы все пошли исследовать. И я думаю, это правильно и классно посмотреть все до событий. интересная скала. Как будто, как будто, знаете, кусок пемзы взяли и рассматривают под огромной лупой. Если взять, у вас дома есть пемза вот под огромной лупой будет нечто подобное. Так, там вход или не вход. А вот то лагерь, да? А вот то лагерь. Слушайте, ну здесь виды, конечно, очень красивые. И на beginning. Я просто попал на момент сотворения планеты. Здесь пробегусь под стенкой. Сейчас уже бегу. Вот это скорость. Так, аккуратно. Ну самое главное, что не порвали наши штаны. Знаешь, а ради такого вида стоило сюда залезть. Я бы так не сказал. Дуг захватывает. Мы видим универмаг. Даже у нас отмечено там цель, где мы должны сфотографироваться. Ради такого вида не только стоило сюда залезть. Кстати, видны эти дуги. Там в Даске. Но стоило сыграть в Final Fantasy 15. Только не падай ногт. Я думал, он туда полетел. Уже не знал, что говорить. Так, я быстро под этой стенкой пробегу. С бесконечной нашей бодростью. И мы двинем дальше. Прекрати ногт. Давайте. Бегемотское мясо дает невероятную энергию. Можем бежать весь день. Кусочек остался. Так. Друзья здесь пробирались с осторожностью, потому что в любой момент можно соскользнуть туда. и тогда терять кого-то в общем не хочется. Им тоже не хотелось вот под стенкой идти в таких местах. Самое то, что даже если подскользнулся, то ты упал и у тебя еще был запас. А вот тут идти не рекомендуется. Так, нет. Там еще закрытые карты есть участок. Так, ну теперь он точно должен открыться. Как-то она так туго тоже здесь открывается. Кстати, возможно мы соединимся вот с этой тропой. Пока неизвестно. Давно пора поставить задание гора Равоток. Вот так. стой, ногт. Открылась карта. Ближе не приблизишь, но вроде все открылось. я управляю тобой ногт. Ногт в такие моменты поездок могу я от стеночки к стеночке раскачаться. осторожно. Так получится уж, извините. Довольно тесно. Вперед. Ага. Окаменелый аммонит. Какие-то они буйные. Может им жарко, но я могу их подсвежить немного. Вроде в этом случае неплохо получилось. И вот тут стоит задуматься об их буйном поведении. Может их сапферокосты ужалили. Хорошо скастовал, зацепил нормальное количество. Да. Здесь мы соединились с этой развилкой. То есть если бы мы сразу пошли сюда, мы бы просто уперлись в тупик. Это хорошая тропа для выхода. Но опять же, если бы я знал, то я бы уже когда выходил с локации пошел ей. Так что теперь знаем. Теперь знаем. И давайте откроем под этой стенкой карту. Может предмет попадется. нам сейчас снова нужно будет подниматься по тому песку. предмет попался. Так что ногт убежал и думал, хорошо, что приготовил снова это блюдо. И у нас есть силы. Пёрышко. Давненько не попадался нам этот бесполезный расходник, но вот здесь он тоже есть. Так, мы подошли к самому выходу. Теперь идем исследовать то, что еще не открыли. Можно этот меч положить просто как панель диджея и начать на нем воспроизводить диски, миксовать музыку. Думаю, да. У него такой функционал есть, и это классно. надо было на него еще клавиши добавить от фортепиано, чтобы и играть можно было. Шевую музыку. Так. Все же в таких локациях, но я бы немножко обзор вот этого открытия карты увеличил. Но как-то прям приходится очень тщательно. я не против тщательности, но если мы, например, видим это все, то можно это все сразу и ставить как открытое. Но видите, оставляет черные участки, нам приходится возвращаться, чтобы их открывать. идем к лаве снова к этим первобытным чувствам ужаса, дикости, мощи. Так, ну вот опять же из-за этого маркера непонятно, здесь вроде чуть-чуть не открыто. Есть контакт? Отлично, отлично, друзья, идем. Мы поднимались, держась правой стенке, теперь будем держаться левой. Можно было сделать каких-нибудь големов из этого песка. Помните, Final Fantasy 9 были, там правда был обычный песок, им надо было бить в красное такое, я называл в детстве сердце, это не сердце, чтобы их победить. Так, они растекались и опять поднимались. так, нокт, давай, 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 ты вчера ноги подкачал, я понимаю, сегодня должна быть крепатура, сегодня должно быть еще сложнее лезть. И нокт это понимал тоже. у меня как будто бы, знаете, это сказывается и затруднительнее подниматься, ну, по ощущениям вот как-то так. Прочная кость. Будете отдыхать где-нибудь на причале Галдина будете вспоминать этот подъем, ребят. Так, хорошо. Здесь остался кусочек, вот он, вы видите, да, чуть-чуть затемненный, но это пустяки. Я его сам открою, там мы ничего не упустили, это мы знаем и это главное. какая-то тень прошла, как будто имперский корабль. Видимо, это просто тени от вот этого. буйные спиророги. Вперед! Точно! Пошли! Все слегли. Я думал, дальних не достало. 951 ОС. Еще одно перышко. невообразимо круто. осторожно. Это ерунда. Давайте уже закончим сразу с ними. так, тогда максимально приближено у нас. Так, все-таки нам нужно что-то здесь. Хотя надо сюда попасть. Это гораздо дальше. Надо, наверное, там какой-то проход найти. А вот же он, вот он, друзья. Все понял. Тогда еду, открываю там. Будем идти через лагерь еще раз. Отдохнем, поскольку уже вечер. и потом туда. Грифоны еще большие птицы в Final Fantasy, но грифона мы уже выносили. помню, грифон такой прям красавец, такой королевский Final Fantasy 9 когтем царапал. Ну, давай, ногт, я хочу уже идти дальше. Еще кусочек. и вперед. Здесь где-то есть, открыл. Ну, наконец-то. В первый раз подъем прошел успешно, но смотри, дождя здесь вроде не было, и здесь наверное такая раскаленная земля в некоторых местах, что он будет испаряться, даже не долетев до нее, ну, мало ли, где-то. в общем, не поскользнись. в общем, не поскользнись. Но это неприменимо, конечно, к нокту. Я сейчас его оскорбил. И, возможно, некоторые зрители, друзья, неудачная шутка, в общем. Под этой же я пробежать должен был. Непонятно. Ладно, сейчас сразу тогда здесь. Там просто где-то тоже чуть-чуть было не открыто. Сохраниться? Нельзя сохраняться, это же локация. Но, надеюсь, на локации оно и не выбрасывает. Хотя, кто знает. Какие еще варианты? Ну, кроме как страха того, что ночью на тебя брызнет лавой из вулкана, тут, наверное, нету. Ну, может, еще птица зул съест, да. Подумаешь. И то, и то мелочь. Так. У нас есть ингредиенты. Просто вот на что-то уже нет. Грудинки катаблепаса не хватает. Все, друзья, нет ингредиентов. Филе бегемота закончилось. Хорошо. Тогда идем дальше. Сливочное сотей из дикой птицы. Вот что у нас будет сегодня. Как аппетитно. Ах, чуть-чуть не хватило. Но зато новый рецепт сливочное ризотто и кулинария уровня 8. Да как? Ну как? Ну за что мне это все? Все-таки может выкинуть и сохраниться, друзья, нельзя. Но это печально. Так. Но мы сейчас с вами... У нас же автосохранение... Или не присутствует. Если не присутствует на локации после отдыха, то это вообще катастрофа. Буду тогда самостоятельно проходить, а мы с вами продолжим. Когда открою все, что открыли сейчас. Но я надеюсь, что автосохранение было после нашего первого отдыха. И мы тогда пойдем сейчас дальше по тропе. Надо написать в Square, чтобы они это поправили. Правда, конечно. Фотосессия, вулкан. Почему называется... А, ну у нас стояло просто активное задание. Это да. Я просто пытаюсь... Думаю, мы вроде не делали фотосессию, почему там был автосейв. Это просто было... Это задание стояло у нас. Да, это сейчас мы загрузимся после первого отдыха. Пуф, 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 пуф. хорошо я отправляемся в путь тогда двинусь по той тропе сейчас а ту часть потом сам изучу вы ее видели мне надо будет просто пробежать открыть карту сделаем так снова осы и виверн мы знаем как тут надо колдануть вначале и уэс на спать куда тебя развернула уэс у нас было почти уже нужное количество сейчас мы откатились 9 120 здесь торчать нет смысла согласен тихо тихо ого неплохо да ладно скактуарами как на временном задании весело было дальше лезть некуда может посмотрим что там внизу если ты пойдешь я с тобой уже здесь посмотрим так тут предмет был да это не здесь здесь был какой-то камень могу путать видимо дальше зато у нас есть бесконечная бодрость хоть посмотрю запись идет после того как выкинула то бывает при вот этом краши и программу руинит вроде все нормально ох я нашел свое гнездо вы здесь были если буду идти вот так по этой границе то проход не пропущу вот он весьма неприметный друзья очень похож на тот где я шел тоже под стеной и говорил что надо идти под ней чтобы если подскользоваться то есть не и упасть еще был запас куда можно растянуться чтобы не свалиться в пропасть давайте хотя бы посмотрим это тоже очень красивый вид отсюда виднеется кстати тоже универмаг класс просто класс о 33 метра всего нас тут отсюда сейчас кинет там что усыпальница да друзья здесь еще одна усыпальница получите силу королевской усыпальнице хорошо получим усыпальница свирепого великана возможно на обратном пути там птичка прилетит такие высокие технологии двери открываются так классно как-то непонятно что то есть там так крыша с паутина я думал там вообще-то небо что достаточно светло что же ждет нас здесь ухты это похоже двуручное серьезное оружие глава великан Легендарная личность получена в достижении. Смею предположить, что мы собрали половину этих оружий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Больше половины собрали. Остается шесть. Ну, а может быть это просто за количество выполненных заданий. Скорее, наверное, второе. Тот король был мягок и добр со своими подданными, но на поле боя превращался в страшного великана. Это была его булава. Он наносит сокрушительные удары могучим врагам. Во как. Вы видели такой экран? Значки. Их тут много, друзья. Ну, я вот так их проскроллю. И будете знать о статусах. Все. Может здесь и значок лупы есть. Перегрев. У нас здесь на вулкане все время перегрев. На лаве. На самом деле круто. Можно все посмотреть. Как много статусов. На них редко обращаешь внимание, когда играешь со 108 уровнем в начале третьей главы. Но вообще интересно, интересно. Глупу я не увидел здесь. Как он выглядит. Мощно. Так, получается какого-то босса крупного не будет. Может надо было с теми яйцами что-то сделать. Но либо не время. Но я уверен, что здесь кто-то крупный должен быть. Как босс локация. Может не крупный, но просто босс локации. Я думаю, что крупный. Так. 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 Поразуйте меня, что не осталось темных пятен. Отлично. Спасибо. Так, ну... Кто знает, может просто нужно в центр пойти. Давайте пойдем просто в центр. Посмотрим. Видимо не время. Ну и задание у нас, да, переместилось в выполненные осталась фотосессия вулкан. Я снова ее активирую. Так, и теперь моя задача открыть здесь все и открыть ту область, которую мы с вами проходили. А потом на выход. Ну что, друзья, я думаю, на этом можно завершить сегодняшнюю серию. Обязательно напишите вам, как это место. Какие впечатления оно вызвало. Тоже очень красивый вид. И, может быть, подскажете насчет крупного босса. Можно ли его сейчас здесь найти или вызвать? Если да, то как. И спасибо, что были со мной на исследовании игры Ровоток. Я думаю, впечатления у вас такие же хорошие, как и у меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!